Остановись мгновение, понять смысл этой фразы нам, живущим в веке 21, помогают цифровые технологии. Но на заре прошлого столетия, когда человечество увлеклось фотографированием, путь от этого щелчка до лицезрения результата мог занять несколько часов. Полностью ручной процесс, который является одной из разновидностей классической фотографии на стандартной бромо-серебряной бумаге с использованием специального проявителя. ЛИД-печать занимает заслуженное место в ряду альтернативных фотографических процессов. Как таковой он основан на совмещении несовместимого. В нем используются особо контрастные проявители, предназначенные для технических целей, таких как репродукционная печать и печать для получения снимка с двумя цветами – черным и белым, без тоновых переходов. Снимки, полученные на фотобумаге при помощи ЛИД-проявителей, существенно отличаются от снимков, полученных на пленке. И полутона на них получаются весьма интересными и неповторимыми. Значит, галерея в Орегоне, в Америке, организовывала фотоконкурс, назывался «Пластик-фантастик». Вот именно вот эта фотография сделана на Хольгу. В жюри, кстати, была некая Сюзанна Бернштейн, очень известный фотограф в Америке, которая снимает на Хольгу. Мне было приятно, что она оценила мою работу. Редкий случай, когда с появлением успеха начинаешь набирать популярность в стране своей, а не за рубежом. Работы Андрея Сорокина и его супруги Аллы в молдавской столице на протяжении месяца сможет увидеть любой желающий. В Молдове тех, кто снимает на пленку, можно пересчитать по пальцам. А о летпечатниках и вовсе ничего не было слышно до открытия персональной выставки этих двух любителей фотографии. Все просто. Технический редактор в IT-компании и продавец автозапчастей однажды взяли в руки цифровой фотоаппарат, а потом решили, что им этого мало. В 2010 году я Алке подарил цифровой фотоаппарат на день рождения, наш первый цифровой фотоаппарат. Неожиданно тоже взял его в руки. Алка всегда интересовалась фотографией. А я вот в 2010 году... Скорее как модель. Да, да, как модель. Месяца 3-4 я что-то стал понимать, что в цифровой фотографии что-то не то. Что-то он... Стал на сайтах замечать другую фотографию. Очень чуток. То есть смотрю... Очень необычно, отлично от этого, что мы видим вокруг. Четыре года поисков и результат дало себе знать. Герои картин – сами супруги и их друзья. Вот высокие травы, кожа и железное дерево. И вдали от моря, море шум слышней. Так получилось. Они пришли ко мне в гости и сфотографировали меня. Вы тоже я смотрю фотографии? Нет, это они меня заставили. Сергей, друг с юности, любитель джаза. Что мы пытались показать немножко на этой фотографии. Я в огромном восторге от самого события, которое, во-первых, собрало очень интересных людей. Мы уже несколько работ себе в интерьер домой присмотрели. Молодых фотографов хвалят и коллеги по ремеслу, называя их литосферу в квадрате возрождением печатной фотографии. Ведь с появлением цифровых технологий ручные работы ушли в прошлое. Да и мы сами отметили их необычность и уникальный почерк в картинах супружеской пары. Глубокие и порой даже мистические фотографии, каждая из которых несет с собой особый смысл и делает большой вклад в развитие в нашей стране этого вида искусства. Безусловно, здесь нету сильно реалистичных вещей. Как вы правильно заметили, мы здесь искали все-таки какой-то, называемый, магический реализм. Можно поздравить Молдову с таким Рубиконом, который, так сказать, наконец-таки у нас появилась настоящая фотография. Не одинаковая, как то, что нас заполонило, наши экраны и наши сети и так далее, а настоящее искусство. Судя по всему, чтобы добиться такого результата, нужно не только желание и талант, но и сплоченная команда. Единомышленники у Аллы и Андрея есть по всему миру. Тем не менее, число таких специалистов не превышает тысячи тех, у кого есть собственный взгляд на мир и особое мнение.